В Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков поймали мужчину, который, по версии следствия, организовал международный канал поставки зелья из Китая в Россию. Драгдилер соблюдал конспирацию, оборудовал все подходы к своей квартире камерами наблюдения, но задержание все равно стало для него полной неожиданностью. В этом убедился Алексей Хасянов. Вид с балкона, да? Килограмм туда, килограмм сюда. Алексей Андреев действительно не мелочится. На момент задержания в его квартире и гараже оперативники обнаружили почти полтонны запрещенных веществ. А на нескольких банковских счетах у этого безработного оказалось около 50 миллионов рублей. Тут фасуют, видимо, вот там, баграмулька-то они рассосовывают и раскидывают, блядь. Это не хуйня, смотри, какие тут масштабы, блядь. Нормальные масштабы. Порошок, говорят наркоманы, невероятно универсален. Его можно и колоть, и курить, и нюхать. Главное, правильно приготовить. Даже сам Алексеев жаловался сообщникам. Мол, из-за несоблюдения технологии теряют покупателей. Иногда преступники смешивали наркотик в неверных пропорциях, от которых у потребителей наступала мгновенная смерть. Наркодиллер давно готовился к визиту незваных гостей из полиции. Весь подъезд этой высотки находился под прицелами его видеокамер. А вот захват на улице для него стал полной неожиданностью. Шокированный молодой человек долго не мог произнести ни слова. Зато его приятель сразу пошел на контакт со следствием. Что за наркотики? Я не знаю, что за наркотики. Соли или что? Ливан? Ну, как бы показали, что в мешке был. Не знаю, как он. Порошок? Да. Визы Екатеринбурга порошок расходился без преувеличения по всей стране. На Урал же он попал прямиком из Китая. Курьеры в Поднебесную отправлялись под видом туристов, так называемых «помогаев». По словам дальневосточных челноков, даже для них эта схема давно перестала быть тайной. Потому что вот каждую сумку таможенники не скрывают. Нет, не скрывают. Ну, еще многих, наверное, знают, что если группа, там уже ответственность. Задержанные есть и по ту сторону границы. Наркотики из Китая, по информации сыщиков, продавал некий Саша. Мужчина, как и его российский коллега, тоже находится за решеткой. Алексей Хасянов, Александр Громов. Место происшествия. Продолжение следует.